Одесситы готовятся отметить 76 лет со дня освобождения города. В канун праздника почетный гражданин Одессы и области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивало вместе с депутатами фракции ОМП традиционно возложил цветы к стелле «Крылья Победы» на площади 10 апреля, а также поздравили ветеранов с праздником. Как в условиях карантина отчествовали героев, которые ценой жизни и здоровья отвоевали наш город, расскажет наш корреспондент. Общенациональный карантин внес свои коррективы в чествование дня освобождения Одессы. С целью избежания большого скопления людей накануне праздника, почетный гражданин города и области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивало не стал нарушать традиции и вместе с депутатами фракции ОМП, соблюдая все карантинные меры, возложил цветы к стелле «Крылья Победы». На площади 10 апреля присутствовал один из последних оставшихся в живых героев той страшной войны – сапер, разведчик, участник штурмовых групп, освобождавших Одессу Николай Московой. Одесса – особый город. Одесса – тот город, который, ну, помнит своих героев и поименно их всех знает. Есть попытки и были, и остаются, к великому сожалению, попытки переписать историю, забыть подвиг Николая Ивановича и таких, как он, забыть подвиг тех людей, которые не дожили до этого дня. Мы просто не имеем права согласиться с той нечистью, которая сегодня появилась и пытаются переписать нашу историю, что подвигов не было, войны не было. Мы отстояли этот праздник, и у нас достаточно сил, энергии, знаний, опыта, чтобы и в дальнейшем отстоять. Николай Московой попал на фронт прямо со школьной скамьи сразу после выпуска. Он с отличием окончил школу и мечтал поступить в медицинскую академию, но его планам не суждено было сбыться. Началась война. И 17-летний юноша без должного обучения и подготовки, не раздумывая, отправился защищать родину. Одним из самых памятных эпизодов для Николая Ивановича на всю жизнь осталось участие в разминировании легендарного, известного на весь мир, Одесского оперного театра. Московой освобождал много европейских городов – Будапешт, Белград и Вену. Но для всех нас, конечно же, самое главное, что он освобождал – родную Одессу. Мы шли вот оттуда, из Николаева. И потом, значит, была очень… погода очень плохая такая. В Одессу я ушел рано-рано, утром где-то в тумане. Ну, дошел я до Новосельской улицы, дом 84. Это я запомнил. Потому что, когда мы подошли к дому, из смотрового окна, там, из подвала, вот, темный дым и очень паленым мясом пахло. Мы когда туда заскочили, а там немцы расстреляли наших одесситов. В честь и хвала и низкий поклон вам, Николай Иванович. Дай Бог, чтобы Господь дал вам силы, благополучие, здоровье. Дай Бог, чтобы еще многие-многие годы вы оставались вместе с нами, потому что вы являетесь историей нашей, живой историей освобождения Одессы, живой историей тех подвигов, которых совершали люди, не щадя своей жизни и своего здоровья. Низкий поклон и хвала вам, дорогие литераны, дорогой Николай Иванович. В этом году Николай Московой отпраздновал 96-летие. Даже сегодня он полон оптимизма, делится своими воспоминаниями с молодым поколением и посещает Одесскую юридическую академию в памятные даты. Заботу о ветеранах Сергей Кивалов считает одной из приоритетных задач. Сергей Васильевич ко мне ездил много раз. Я очень благодарен ему. Это единственный из так видных людей Одессы, который посещает. Он душевный человек. Вот поэтому я с удовольствием бываю у него. Ведь ему благодарен не только я, ему благодарны многие ветераны. Многие ребята, о нем очень хорошие отзывы. И это даже... Я горжусь тем, что Сергей Васильевич внимание нам такое уделяет. Депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова направляют свои силы на поддержку ветеранов и пожилых людей, инициируя в Горсовете программы социальной помощи. Ко дню освобождения Одессы наши герои получат выплаты в размере 5000 гривен. Ко дню победы – от одной до трех тысяч. Инициатива Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете – это увеличение выплат ветеранам, детям войны к празднику победы, к празднику освобождения Одессы. Хочется сказать, что очень важной инициативой Украинской морской партии Сергея Кивалова является открытие центра, клиники, где в первую очередь люди, которые находятся в зоне риска, пожилые люди, смогут пройти тест, тест на коронавирус, смогут воспользоваться, не дай бог, в случае необходимости палатами, аппаратами искусственной вентиляции легких. Все депутаты открыли в своих приемных социальные волонтерские службы. Если пожилой человек, либо больной человек не может сходить в магазин, в аптеку, наши волонтеры с удовольствием помогут пожилым людям. Ежегодно в стенах Одесской юрокадемии организовывали торжественный прием для ветеранов, воинов-освободителей, активистов ветеранского движения, руководителей ветеранских организаций по случаю Дня освобождения города. Талантливые студенты, воспитанники Центра культуры устраивали праздничные концерты, ветераны вместе с молодежью пели песни военных лет. Кроме этого Сергей Кивалов и депутаты Украинской морской партии регулярно приезжают к ветеранам, чтобы поздравить их с праздником. У нас действительно есть такая традиция, мы чествуем ветеранов и помним этот праздник. Всегда приходим на площадь 10 апреля, возлагаем цветы к стелле. Каждый год мы стараемся посещать ветеранов, хоть осталось их уже и немного, но еще несколько людей есть. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, это 5 человек, которые освобождали Одессу. Мы всегда отстаивали права ветеранов, не только в праздничные дни. Мы всегда о них помним, мы всегда их навещаем, у нас есть коммуникация с ветеранскими организациями, мы организовываем для них праздники. Отмечу, в период оккупации в городе погибли 82 тысячи жителей. 78 тысяч человек вывезли на принудительные работы в Германию. 27 соединителям и частям наиболее отличившимся при освобождении города было присвоено почетное номинование одесских. За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Более 2000 человек награждены орденами и медалями СССР. 1 мая 1945-го приказом Верховного главнокомандующего Одесса была объявлена городом-героем. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965-го за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися городом в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой Одессы был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».